Ты же сам говоришь, что все требования, даже к 430-й в том числе, только в том, что большая часть оборудования выпихивает в дымоходы обогащенную смесь. И поэтому, естественно, возникают избыточные температуры, а после этого идет разрушение химическое, потому что дымоевые газы и так далее. То есть проблема-то в том, что материал просто изначально, если его использовать на оборудовании, которое не будет таким похабным образом относиться к дымоходу, то все будет нормально. Но ты как монтажник дымохода уже четко сказать, так я оборудование такое вижу одно на 100, правильно? Вот, поэтому ты и говоришь, что, ребят, ну если да, то тогда можно. А если у вас 90% печи прямоточных, конечно, категорически нельзя. Нельзя. Но то мы приходим к пониманию, он как продавец скажет, ко мне пришел клиент, который мне тут же что говорит? Ты уважаемый человек, то есть я купил печку за 25 тысяч рублей, а ты мне корячишь дымоход за 80. Я что тебе? Мне тоже очень нравится. У меня, говорит, котел дороже. У меня котел стоит 300, а то мне трубу на 450 насчитали. Именно. Ты понимаешь, то есть проблема-то в понимании, что котел, печь и дымоход это единая эко-культура. Совершенно верно. То есть совместно работащие. И если человек купил печку за 20 тысяч, то, собственно говоря, перекрестить его, сказать, уважаемый друг, тогда ты уже сам сделал себе плохо. Тогда бери что хочешь, но бери тогда нормальное оборудование и, конечно же, классный дымоход. И тогда работай, парься, не знаю, там грейся камином, отопительным котлом. Долго, успешно и счастливо. Продолжение следует...